Понимаю. Так, здесь тоже все хорошо. Привет из Тольгольма, привет из Греции, привет, привет, мои хорошие. У нас, как обычно, вся география, да, собралась сегодня пообучаться. Супер, девочки, всем все видно, всем все слышно, мы долго не раскачиваемся, начинаем сразу. У нас с вами очень много работы сегодня. Женечка, привет, моя хорошая. Сегодня у нас с вами тема нашей встречи «5 врагов, которые разрушают вашу женственность». Сегодня будем говорить про женственность, про женскую энергию, про наполнение. Чем женщина цена вообще в мире мужчин, да? Никто ничего не понимает. И никто, конечно же, не понимает, как эту всю пресловутую энергию, которую я ему буду энергию давать, он мне будет деньги давать, я ему буду энергию давать, я ему буду женственность давать. Вот никто толком не понимает, что это за рыба-дельфин, каким образом он нарабатывается, генерируется, каким образом он теряется, вообще тратится. И что это за такой ресурс, да, ну, который вот вообще, в принципе, самый ценный в нашей с вами природе. Очень многие женщины, особенно под влиянием социума сейчас и всех этих социальных стандартов, которые навешиваются вам на уши лапшой нищебродами, да, тем, что вы должны с ними, там, как-то доказывать свою ценность мужчине тем, сколько вы зарабатываете, как вы можете поделить кофе вообще в кофейне, да? И насколько далеко вот такая вот мысль и такой подход вообще ушел от реального положения дел, чем женщина цена для мужчины и каким образом вообще эту всю ценность приумножать, сохранять, нарабатывать, сохранять и приумножать. Сегодня будем говорить об этом. Итак, девчоночки мои хорошие, значит, в конце эфира у нас с вами бонус для просмотра. Будет даваться вам ссылочка отдельно, подарим вам ее на сколько, на 36, по-моему, часов она дается, я не буду точно врать, но какое-то время она будет активна. Как включить его в себя, как в любовницу? То есть, как включить его в себя, как в любимую женщину? Что такое любовница? Давайте, что такое любовница? Потому что вот сейчас новенькие, те, кто слышит, думают, в смысле включить его в любовницу? Как мы своего мужчину включаем в себя, как в любовницу? Как в ипостась своей женственности, любовница? У нас с вами несколько ипостась. Вот пока вы пишете, да, у нас с вами несколько ролей, да, королева, подруга, девочка, кто у нас там, мама-хозяйка и любовница. Что значит включить его в себя, как в любовницу? Поехали, быстренько включаемся, привыкаем все новенькие, что на моих эфирах мы не просто слушаем, а работаем. Работаем головой, мозгами, размышляем, это то, что вас тренирует. Флирт, чтобы всегда стоял, правильно, чтобы ходил вот это вот за вами и хотел. Да, заводим, молодцы, игривая женщина в доме, флиртуем, желание его, да, чтобы он хотел, самца превращался в самца, да, молодцы, молодцы, да. Как включить его в себя, вот как в роль любовницы, сегодня вам будет бонусом, ссылочка даваться на 36 часов, чтобы вы прослушали. Итак, сегодня на мастер-классе мы с вами разберем причины, которые убивают вашу женственность в первую очередь, неочевидное поведение, которое разрушает вас, как женщину, какие последствия вознастигнут за блокировки вашей женственности, то есть если вы ее не принимаете, вы не знаете, как ее вообще, что с ней делать со своей природой, со своей женственностью, да. Женственность, это не просто какая-то девочка игрушка, которую, знаете, а давайте-ка мы пойдем себе наработаем женственность, потому что это очень привлекательно в мире мужчины, то есть снова-таки для того, чтобы, для того, чтобы подцепить самца, для того, чтобы построить семью, для того, чтобы, короче, все, что угодно с собой сделаем, только чтобы быть принятыми, только чтобы нас там любили, и все, да, это танцы вот вокруг члена называется, да, это танцы вокруг чего-то, это не должно быть целью. Вы вообще по своей природе уже родились женщиной, вот смотрим вниз, кем родилась женщиной, да, все, это ваша задача жить в соответствии со своей природой, понимаете. Вот желудь, он как бы растет, из него вырастает дуб не для того, чтобы потом возле этого дуба фоткались и выставляли в Инстаграм, такой сидит желудь, такой думает, надо, короче, вырастить из себя дуба, такого, да, как бы качественного, чтобы, в общем, всем понравиться, чтобы там какие-то меня пчелы опыляли, я не знаю, еще какая-то цель, да. Нет, желудь растет дубом для чего? Потому что это его природа, только так он будет счастлив. Если он попытается, если он будет пытаться всю жизнь расти пальмой, прикинь, такой желудь, да, вот у него есть природа, есть какое-то назначение, назначение, да, в этом мире, и он такой, ау, хуяк, я буду пальмой расти. И пытается, 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 всю жизнь пытается, Что будет происходить с ним? Вот давайте, что будет происходить? Когда мы пытаемся не в своей природе каким-то образом себя, в общем, взращивать. Что будет? Не получится, конечно. Первое – не получится. Второе – истощение. Молодец, Лера. Это как плыть против течения. Зачем, спрашивается? Завянет, раньше времени сдохнет, правильно, будет гнить, будет пить, будет разрушаться. Да, и все равно ничего не получится, энергии не будет. Он может там как-то что-то, знаете, веточек себе там как-то что-то прилепить, но это будет жалкое подобие, которое не будет привлекать, так или нет. И какая у нас с вами есть природа? Вот давайте быстренько. Вот мы с вами как бы вот и личности, и женщины, и там еще чего. Кем мы только не являемся, да? Ну вот давайте, какая у нас с вами есть природа? Мы с вами уже сейчас разобрали, что у нас с вами есть. Женская природа, то есть по половому признаку, ну грубо говоря, да, то, кем мы родились. Вот желательно бы жить относительно того, кем мы родились. Это первое, да? И какая у нас еще есть природа? Природа чего у нас еще есть? Вот что мы не можем прям вот стать никем другим. Только вот как дано. Материнское нет, сексуальность нет, лёгкость нет. Это всё в женственность туда, девочки. Это всё в женскую природу. Это всё в женскую природу. Мужское материнство нет. Личностью, а ну-ка, разворачивай, Оксана. Разворачивай, личностью. Темперамент нет. Предназначение, молодец. Ещё разворачиваем. Самореализованная личность и предназначение. Да, девочки, здесь тоже каждый человек, независимо, мужчина вы или женщина, у вас есть некая природа, относительно которой вы можете проявляться. Если вы пришли сюда быть, вы знаете, в сегменте, например, там, спасающих жизней, допустим, людей, вот такой огромный сегмент, вы можете быть доктором, вы можете быть, не знаю, там, этим, как он называется, который, в общем, разрезает трупы, вот вы способны, например, да, либо там как-то чего-то лечить кого-то, хирургия какая-то, там ещё чего-то. Я в жизни такое не смогу делать. Не моя природа, понимаете? То есть вы не можете стать вот кем угодно. Знаете, вот сейчас такая продвигается история. Вот кем угодно ты можешь стать. Хоть певицей, хоть, блин, хирургом, хоть, блин, визажистом, хоть там ещё. Нет. У вас огромный спектр, чем вы можете быть, особенно сейчас, в то время, в которое мы живём с вами, да, очень огромный, ну, как бы, как сказать, огромный выбор всего того, что вы можете делать, но в своём сегменте. В своём сегменте. А для этого нужно понимать свою природу, относительно чего я здесь. То есть первая, это у нас вот женская природа, которую надо принять, и в ней жить максимально экологично счастливо. Вторая у нас личностная природа, которую тоже нужно знать. И к чему я говорю? Что значит природа? Природа, девочки, относительно, если вы живёте относительно природы, которая вам дана, вы будете счастливы. И вы будете жить намного легче, проходить по своему пути жизненному, намного проще. Если птица понимает, что она птица, понимаете, да, у неё будет кризис, у неё будет беременность, у неё будет, может быть, не знаю, другая птица её бросила, или там как-то как бы сгорело, короче, гнездо у неё. Но она будет легче проходить все эти моменты, когда она будет просто смотря на себя и поняла, я птица. А если она при том, при всём, что у неё ещё кризис в жизни, будет думать, что она крокодил, понимаете, то ей будет намного сложнее, намного сложнее, и вот счастья здесь не будет. То есть всё, что вы перечислили, это будет истощение, это будет недостижение цели и так далее, понимаете? То есть вы идёте против течения. Поэтому сегодня будем говорить о том, чтобы принять в себе птицу, понятно? Плюсы есть, пожалуйста, поставьте, если понятно. Вообще курс «Женщина влюблённая в жизнь», мы сегодня о нём позже поговорим, да?